Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что сегодня обновили, как это выглядит и какие эмоции будет у нас вызывать. Так что устраивайтесь поудобнее, сидите своих коней и поехали! А сегодня у нас очень-очень крупное обновление. Так, нет, стоп, это не то. Но нас обновили фермы Стива. И да, после такого, я думаю, шок мне обеспечим, потому что локация стала больше, шире, красочнее и модельки, ну, как вы видите, новые. Поэтому сейчас мы будем, ой, наблюдать, каково же по ощущениям и как вообще выглядит новая ферма Стива. Итак, вот мы уже едем по радужной аллее, потихонечку приближаясь к нашей новой ферме Стива. И я, если честно, боюсь. Так, мельница и амбар остались неизменны отсюда, это уже хорошо. О, это меня радует. Ну, точнее, как-то я просто не знала, в каких масштабах все это улучшится. О, как же это любопытно и интересно. Итак. За этим холмом я уже вижу что-то новое. Уже что-то новое? Я думала, амбар обновится, нет? То, что-то, когда хочется посмотреть поближе, но не видишь. Пока что нужно ехать. Я вижу, стало очень много деревьев. По сути, если смотреть с этого ракурса, то ничего не изменилось. Но мы-то знаем, что это все обман. И вон там уже выдает новый облик, новый, я не знаю, как это, контур. И вот эта новая часовня на ферме Стива. Итак, ко мне присоединилась Харли Грейстар. И мы вдвоем впервые идем смотреть ферму Стива. Мне очень страшно. Харли на самом деле тоже, потому что это его родная конюшня. Он здесь живет. А-а-а, я уже вижу, насколько она стала шире, и я зависаю. А-а-а. Призошел маленький глюк с нижней панелью. А-а-а, насколько она стала шире. Заметьте, что убрали заборы. ССО всегда убирает заборы. В Мурланде убрали стену целую. Но, кстати, вот ферма, я думала, она кардинально изменится. Она, по сути-то, и не изменилась. Давайте посмотрим, что же дальше. ПО- ПО- Такой вот загончик нам добавили, а-ля для Ролки, я думала идеально подойдет. Единственное, жалко, что нету вот где-то здесь выхода с этого загона, и выход до загона только один. Ну, мало ли кто-то не любит перепрыгивать. Ну, вообще кардинально изменилась внешность. Мне интересно, как будет выглядеть новая гонка. Так, здесь у нас кто-то живет отдельно, или это просто домик для Ролки? Тут курочки-пурятники с петушочком. И да, кстати, ставь лайк, если ты тоже ждешь, как и я, дополнение к Sims 4 за городную жизнь с курочками, ламами и кроликами. Здесь кто-то должен жить. Я помню, что некоторые персонажи, они теперь живут отдельно, вне, скажем так, деревни. Но теперь, кстати, это похоже больше на деревню, именно деревню. Потому что раньше это все-таки был какой-то маленький городок, городского типа. Сколько тут всего? Слишком много каких-то домов, которые пустые, непонятно чьи. Я не понимаю, кто здесь живет. А, вот, кстати, желтый домик. Нам добавили сюда отель. Если у вас есть задание на следующий день, вы можете поспать, и все это пройдет, и вы сможете дождаться уже следующего дня. Вот, сюда переехал у нас магазинчик. Картофельные хиты. Что? Магазинчик, в общем, сюда переехал один. Также сюда переехал нотариус, с помощью которого вы можете менять ими лошади. Так, нет, спасибо. Я не собираюсь этого делать. Вот, судя по шестеренкам, здесь живет Бонни. По идее, судя по шестеренкам. А, нет. А почему тут два входа? Ой, как интересно. Так, дайте-ка я побегусь. Так, вот у нас портной. Он теперь живет в отдельном большущем домике. Зачем я ему столько, не знаю. Почта Дерека теперь выглядит вот так, кстати. Типичная сельская почта. Хотя мне нравилось, как у него раньше все это смотрелось. А вот теперь мне интересно. А где? А, вон фотография. Я искала фотографии. Фотография теперь как-то очень некрасиво лежит просто опорой на здание. В общем, куча-куча домиков. Классно будет, если когда-нибудь разработчики позволят нам здесь жить. Как бы, так, что тут? Чемпионат. Ого! Вот, а теперь нам показывают, где чемпионат. Ну, мы сейчас туда доедем. А, нет. Или портной здесь. Вот, портной здесь. Просто они два очень похожих персонажа внешне. Портной живет теперь здесь отдельно. У него стоит отдельный магазин. Мне кажется, скоро будут доступны задания с крафтом. И у портного можно будет крафтить или сдавать материалы и покупать одежду. По крайней мере, очень похоже. Так. Ну, давай на чемпионат все-таки завернем. Какие-то каменные арки. Ой, я даже догадываюсь, что это. А это что? Это часовня? Или что? Нет, это чей-то дом. А кто тут живет? Просто газетка валяется. Сидеть можно. Собачка в будке. Качельки. Тут-то качельки. Я хочу на них сесть прямо сейчас. Вот прямо вот сейчас хочу сесть на качельки. Мне кто-то уже спалил, что на них можно сидеть, но нельзя качать. Я знаю, что я буду делать в ССО вечерами. Я буду заниматься тем, чем занималась в школьные годы. Сидеть вечерами на качельках. А в реальной жизни еще и попивать газировочку. Просто олдскулы свело. Да, Харли? А меня лично... Да, Харли согласен. Просто олдскулы свело. Просто я не могу это не сфоткать. Ай, это качельки. Это первые качельки в ССО. И котик серый. Котик и качельки. Качельки и котик. Все, у меня сейчас... У меня все. Зашкаливает все, что можно. Так. Ага. Вот. Смотри. У нас поворот к чемпионату. Ты успеваешь там за мной? Поворот к чемпионату. Вот. Тропиночка. Чемпионат, кстати, остался там же, где и был. По сути. Да, у него ничего не изменилось. Зато он как стоял, так стоит. Еще один домик на окраине. Тут, по-моему, может быть, живет еще один человек. А, нет. В общем, я помню, что паренек, который сидел на бочках... Кстати, красиво. Пусть его посадили. Их, по-моему, тут не было. И домики очень красивые. Я хочу в таком жить. Значит, паренек, который сидел на бочках на ферме Стива, он вроде бы тоже где-то на окраине теперь живет. Но я пока его не вижу. Ой, а что это там за маленький домик? Еще качельки. Боже, качельки, мячики. Что это? Сумки а-ля школ... Песочница! Помогите, тут пес... Игровой домик. У меня челюсть вело. Слушай, а это похоже на эту, как ее? Для начальных, для маленьких детей, как она? Утренняя школа, по-моему, называется в Европе. Вишь колокол? И типа вот, да, это как детсад-подготовка. Там дети занимаются в колокол, они выбегают на переменную и обратно в класс. Просто подъезд, рядом валяется, я подумала, что это школьный рюкзак, но это сумка с вкусняшками, что ли. И куча котиков. Куча серых, просто типичных, городских таких бродящих серых котиков. Так, вот здесь у нас еще магазин. А, как же теперь я смогу иногда ролить? Тут нету моих дяди и тети больше. Так, вот здесь вот один магазин еще стоит у нас. Почтовые ящики стоят везде, но они не рабочие. Парикмахерская у нас стоит здесь. Красота-то какая, слушайте, прям вот и площадь такая. Вот еще один магазин, я так понимаю, это магазин с амуницией. О, вот тут теперь стоит у нас Феликс, магазин с едой. Во, они не убрали, они не убрали эту мистическую статую с деревом. Какое счастье, оно вечно наводит ужас на меня с тех далеких времен 4 года назад. Ну, оно реально жуткое. Вот это вот, вот это мне очень сильно нравится. Единственное, я не знаю, ну, тут влюбленный сидел. Кстати, я надеюсь, мы не будем выглядеть, наши обновленные персонажи вот так вот выглядеть не будут. Это, я надеюсь, не это. И, кстати, это, по-моему, первый персонаж, у которого, ну, который не активен, и у него цветные волосы. О, великая стата, я так рада, что ты со мной. И все-таки что-то мы забыли. Что-то, кого-то, точно. Тут большая Бонни. Большая Бонни. Где большая Бонни? А, ну, действительно, гигантская. Гигантская просто шестерня валяется. Так, а, посмотрите, просто гигантская. От какого-то голема. Еще одна. Вот это домик. Вот это да. Это, это, здравствуйте, гномы из World of Warcraft. Теперь большая Донни, большая Бонни, живет отдельно. У нее на крыше батарея, питающаяся от солнца. Куда ты? Понятно. Теперь у нее намного больше пространства, места и прям целая мастерская. Хм, мне кажется, нам добавят еще одно место, где мы сможем что-либо крафтить. Ага, то бишь плюс два места для крафта, это уже интересно. Скакун теперь стоит здесь. Он, кстати, хорошо стоит такой весь вытянутый. Да, надо было как-нибудь его прокачать. Почти закончилось все, но ничего еще даже не купила. Классно. А, и осталось просто посмотреть эпицентр нашей новой деревни. Хотя вот это я могла бы назвать городской площадью. Это фонтанчик. На фонтане, я не помню, была ли, но сейчас на ней есть Арфа Айден. И уточки все те же плавают. Именно все те же самые уточки. А текстура воды какая классная. Я в восторге. Ой, кто-то отлетел. Мне очень все нравится. Нравится садик, клумбочки. Очень все красиво. Прям шикарно. Мне нравится. Я боялась, но, знаете, изменений действительно не так много. И бояться нечего. И на них можно сидеть? Серьезно? Серьезно? А я могу сесть рядом? Может быть попробуешь еще раз сесть, чтобы анимация как-то прогрузилась. Сейчас я сяду, может быть, вот так. Еееей. Фото, 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 фото. Просто фото на качельках. Фото у фонтана. Свидание можно понаделать. Я не знаю. Прям тучу-тучу. Поностальгируйте вообще. Мило. Мне нравится. Мне так как стать отсюда. Мне все нравится. Я хочу только проверить. Вот это вот... Я забыла как. Здание управления, наверное, фермы Сива. Наверное, так можно назвать. Оно внутри изменилось или осталось таким же, как и было? Вот прям мне очень сильно интересно. И, кстати, да, загрузочного экрана тут никогда никакого, по-моему, нету. Это очень жаль. Итак. Я жду. Я жду. Да, все осталось как было. И глюк с названием клуба тоже остался. Печально. А вот сбоку от этого здания есть еще одна дверь. И мне очень интересно ее проверить. Работает ли она в это же помещение? Или это что-то другое? Или оно блестит, но пока не работает? И, да, почему-то очень долгий выход из этого здания. Но я думаю, это из-за того, что сейчас, в принципе, на ферме Стива очень много людей играет, находится. И это проблематично становится зайти куда-либо. Но вообще тут шестеренки не... А-а-а-а! Это в башню! Это в оклок! Ой, я не могу подняться. А, вот. Это в саму башню, в часы. Ну, тут, кстати, по-моему, тоже ничего не изменилось. Ой. 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 Нет, здесь ничего не изменилось. Тут как все было, так и осталось, по-моему. Единственное, я не помню, была ли здесь эта мелодия, потому что как-то не прислушивалась. Хм. И мне кажется, это еще не все. Оно такое теперь большое. Тут столько всего можно посмотреть. По техническим причинам мне пришлось обрезать концовку единого видео, которое я снимала. И сейчас в годом одиночества мне приходится перезаписывать концовку. В общем, мне очень понравилась новая ферма Стива. Она стала действительно большой и даже не знаю, как ее называть. Внешне вроде как большая деревня, но площадь как у поселка городского типа. Но она очень милая и классная. Но все равно в моем сердечке навсегда останется старая ферма Стива. И об этой старой ферме мне будет напоминать именно конюшня с загончиком. Которые, благо, не поменяли свое ни местоположение, ни дизайн. Но я думаю, что в будущем когда-нибудь все конюшни такого типа поменяют свою модельку. И тоже станут выглядеть снаружи по-другому. Так что на этом обновлении и все. Но нам еще добавили одну классную функцию. Теперь при покупке магических лошадей вы можете нажимать на одну кнопочку специальную. Которая будет показывать вам, как же выглядит ваша магическая лошадка в своем обычном виде. Это вы можете посмотреть теперь в разделе, когда покупаете саму магическую лошадку. Очень мне кажется полезная функция. Потому что не все смотрят спойлеры. Не все сидят на ютубе с усошники. И они не всегда могут увидеть, как выглядит в итоге магическая лошадка. Только если увидят у кого-то в самой игре. А на следующей неделе нам добавят летний праздник солнцестояния. Не знаю, что нас будет ждать в этом году. Я не помню, если честно, что было на этом празднике в предыдущем. И был ли он вообще. Но в СССР я обожаю разные праздники. За их разные штуки. Занятия прикольные. И каждый раз добавляется понемножечку что-то новенькое. А иногда даже что-то и глобальное. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их. А также угощать морковку. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующих видео. И удачного изучения фермы Стивы.